Когда американцы планируют свою денежную эмиссию ФРС, первое, с чего они начинают, оценивают потребность бюджета в новых займах, в том числе для обслуживания старых долгов. И эта цифра ФРС известна, которая печатает доллары. И это две стороны одной медали. Законодатель обязует Федеральную резервную систему США эмитировать деньги исключительно под государственные обязательства. Это либо прямой дефицит бюджета, либо обязательства ипотечных фондов государственных, либо каких-то других государственных структур. Разный инструмент. Так вот, когда наше Министерство финансов для финансирования дефицита бюджета начинает занимать деньги за границей, это очень странно. Понимаете, нам лишние деньги не нужны в иностранной валюте. У нас положительный торговый баланс. У нас нет проблемы отсутствия денег для импорта. Это раньше Советский Союз. Так а для чего тогда это делается? Потому что хотят в Вашингтоне. В Вашингтоне им дают, так сказать, определенную методичку, по которой, собственно говоря, и организуется работа. Подождите, остановите. Вот это не эмоции, да? Давайте я завершу. Реальные рекомендации даются в Вашингтоне. Ну, они более того даются для нас одни, для Америки другие. Например, в Вашингтоне миссия МВФ России рекомендовала поднимать процентные ставки и внушала нашим денежным властям, что для борьбы с инфляцией нужно поднять процентные ставки, при этом не вводить валютных ограничений. В причине на то, что повышение стоимости денег привлечет сюда множество иностранных инвесторов, которые обеспечат стабилизацию макроэкономической ситуации и так далее. Да, инвесторы пришли, но только спекулянты, которые раскачали ситуацию еще больше. Так вот, возьмите американскую модель или европейскую. Европейский центральный банк имитирует евро под облигации европейских стран членов зоны евро. Поэтому для Министерства финансов самый легкий способ финансирования дефицита бюджета просто использовать западный опыт. А именно, договориться с центральным банком о том, что Минфин выпускает казначейские обязательства, центральный банк выкупает эти обязательства либо сам, либо через коммерческие банки, с тем, чтобы система была сбалансирована. Она имеет свои пределы, этого нельзя делать бесконечно. Но в нашей ситуации и экономическая наука, и современные нобелевские лауреаты, все нам говорят, удивляясь, почему вы этого не делаете. Это общепринятый в мире способ финансируется дефицит бюджета за счет внутреннего долга, а внутренний долг кредитуется центральным банком. Вместо этого Министерство финансов идет занимать деньги за рубеж. А что это означает? Допустим, вы заняли миллиард евро за границей. Вы же не будете этот миллиард тратить в бюджете. Вы его продаете, получаете рубли. А центральный банк выкупает эту валюту, расширяя валютный резерв. Для чего это все делается? Если все современные страны создают деньги под свои обязательства своих агентов, будь то предприятия, банки или правительство, под них, под их нужды эмитируются деньги. А у нас деньги эмитируются под обязательства других стран. То есть, по сути, вся наша кредитная эмиссия привязана к чужим долгам. Слушайте, это признание дорогого стоит. То есть, фактически, Центробанк России, Минфин, можно сказать, выполняет указания МВФ Вашингтона. Но это же, простите за пафос, это предательство собственной страны. Но это, по меньшей мере, не в интересах страны и ее экономики. Оценок, значит, здесь, вот я применяю термин, я его придумал, называется когнитивное оружие. Когнитивное оружие означает, когда людям внушаются некие саморазрушительные идеи, которые они дальше внедряют в жизнь. Таких примеров когнитивного оружия полно. Ну, начиная с небезызвестного Михаила Сергеевича Горбачева, с его, так сказать, идеями европейских ценностей. Это было чисто когнитивное оружие. Что к европейским ценностям мы убедились на Украине сейчас, как они выглядят, эти европейские ценности. С нацизмом, так сказать, с расстрелами людей, с военными преступлениями, с политическим террором тотальным. Вот на Украине сегодня в полном объеме реализованы европейские ценности в рамках ассоциации насильно, куда Украина Евросоюз загнал. Ну, это же химера, которая была внедрена в голову у человека. Он всерьез, расшатывая систему государственного устройства, думал, что он создает пространство для формирования европейских ценностей, которые закончились в Великой криминальной революции, по выражению Говорухина, в 90-х годах, когда после перестройки, как и предупреждали многие, наступила перестрелка. Аналогичное можно... То есть, то же самое и сейчас пытаются сделать в России? Ну, смотрите, значит, мы были в ситуации очень такой... аналогия очень свежая. 98-й год, дефолт. Ситуация в стране гораздо хуже, чем сейчас. К нам приезжает носитель этого когнитивного оружия, господин Кавала, который знаменит тем, что разрушил экономику Аргентины. Его преподносит как лучшего министра финансов, вообще лучшего финансиста мира. Это Кавала, который из Буэнос-Айреса сделал кладбище заводов. Значит, он приезжает и говорит нам то же самое, что сейчас говорит МВФ, и то, что сейчас на практике делается. После дефолта у нас не было валютных резервов тогда. Значит, почему дефолт, собственно, и произошел. Точнее, он произошел за финансовой пирамидой гособязательств, которая сопровождалась колоссальным оттоком капитала, а не притоком, как думали те, кто раскручивал финансовую пирамиду ГКО. Они думали, что высокие процентные ставки обеспечат приток капитала со всего мира, они будут бесконечно этой финансовой пирамиде паразитировать. На самом деле, западные финансисты умные вовремя ушли при помощи наших, так сказать, консультантов. Но я почему этот пример привожу. Тогда нам предлагали сделать то же самое, что мы делаем сейчас. Резко поднять процентную ставку, не вводить никаких валютных ограничений, зажать денежную массу, и все само собой стабилизируется. Примаков с Гераченко поступили прямо наоборот. Им хватило ума, хватило знаний, понимания механизмов, чтобы проводить разумную политику, именно ту, которую мы сегодня предлагаем. Вести ограничения против валютных спекуляций, не против валютных сбережений граждан или еще, чем пугают эти люди, а именно защитить наш финансовый рынок от спекулятивных атак из-за рубежа и изнутри.